Музыка Помимо событий на востоке Украины, одним из актуальных тем сейчас является ситуация с поставками природного газа нашим промышленным потребителям, населению и бюджетному сектору. Сразу хотел бы напомнить нашим слушателям о том, что Россия 16 июня в одностороннем порядке прекратила нам поставлять природный газ без его предоплаты. Соответственно, мы только лишь через территорию Украины его прокачиваем и поставками в Европу. Для собственных нужд мы сейчас пользуемся теми запасами газа, которые добываются на территории Украины и которые накоплены в наших хранилищах газа. Поэтому одной из актуальных задач сейчас стоит у правительства, как обеспечить наших потребителей газом в отопительный период. В связи с этим, Кабинетом Министра Украины была выпущена постанова, которая зарегистрирована 9 июля данного года, название «Про заходы щодо забеспечения населення, предприятий, установок и организаций природным газом до конца опального сезона 2014-2015 годов». Хотел бы обратить ваше внимание на ряд положений данной постановы, которая так или иначе затрагивает всех категорий потребителей, о которых я говорил. Данным постановлением сказано, что затвердите, начиная с 1 серпня 2014 года, лимиты обсяг природного газа для споживающих в разрезе регионов и помесячных. То есть, данным постановлением доводится, что с 1 августа будет всем группам потребителей, которые я назвал, в разрезе регионов, то есть по городам, по областям, по селам и в разрезе месяцов доведено определенные максимальные граничные лимиты потребления природного газа. Далее, следующий момент, который хотел бы обратить внимание. Единый оператор газотранспортной системы Украины щомесячно надает до Национальной комиссии, что сделает государственное регулирование в сфере энергетики, информацию про дотримание газопостачальными и газоразпределительными предприятиями месячного планового баланса надходжения и распределения природного газа. Следующий пункт. Министерство юстиции, Министерство внутренних справ в месячный термин на даты Кабинету Министров Украины пропозиции, что до посылания в ответственности, в том числе криминальное запорушение с поживочами природного газа, лимитов, которые установлены. Это я еще раз акцентирую внимание руководителей промышленных предприятий и бюджетной сферы о том, что будет, как вы видите, согласно данному постановлению, за превышение лимитов установлена ответственность, вплоть до уголовной. Далее, еще один важный момент. Министерство охороны здоровья, пункт 5, спольно с Министерством регионального развития, строительства и житлово-комунального господарства, в месячный термин опрацювать вопросы до ценности уменьшения нормативной температуры воздуха в доме, в доме, на 2 градуса Цельсия. Следующий немаловажный момент, который тоже нужно знать нашим руководителям. Пункт 11. Першочергово спрямовать деньги инвестиционных программ, которые разработаны на предприятиях, на забезопасение, поддерживание государственного майна в рабочем состоянии и на установление лечения природного газа населенным. Потом еще следующий пункт 11. Проводить переверки НК, что сделает государственное регулирование в сфере энергетики. Еще до выполнения данной постановы. А за результатами проведения переверок данной комиссии засосувать до предприятий таких порушников накладание штрафов в разе повторных порушений шляхом позбавления газопостачальных або газораспредельных предприятий лицензии на данный вид деальности. Это тоже главное, что я хотел вам акцентировать согласно данного постановления. Не хотел бы, чтобы у наших слушателей возникли какие-то панические настроения о том, что как дальше выполнять, как дальше существовать в помещениях, где ожидается, если будет утверждено снижение внутренней температуры на 2 градуса. По поводу температуры. Хотел бы акцентировать ваше внимание на том, что в принципе из-за существующего состояния инженерных систем, как теплопостачальных, так и внутренних систем в зданиях, в принципе в последнее время зачастую везде спостерегалось так называемые недотопы. Это связано с тем, что инженерные системы за многие годы существования не в полном объеме подвергались тому восстановительному ремонту, который они требовались. Прокладка и замена труб на предизолирование тоже как бы не могла осуществляться в условиях недофинансирования. Все последние годы работы, которые делались, вышеперечисленные мною, делали за счет резервов внутренних финансовых предприятий и финансовой помощи местных органов самоуправления. То есть с государства в последнее время не поступали значительные средства на восстановительные эти работы, на реконструкцию сетей, котелин и систем в домах. На данный момент по заданию местного головы разрабатывается план мероприятий по уменьшению потребления природного газа, которые мы планируем вынести на рассмотрение депутатов городского совета в августе этого года. В связи с чем это делается? В дополнение к данному постановлению, которое я вам только что назвал, доведены уровни снижения объемов потребления природного газа для промышленных предприятий и предприятий теплокоммунэнерго на 30% снижения, для бюджетных зданий потребление снижения на 10%. То есть цифры очень значительные. Во всем мире считается очень хорошим показателем снижения энергоэффективности порядка 1-2%. Это считается очень хорошо. Нам же доведены очень значительные цифры снижения, как я уже назвал, на 30-10%. Поэтому мы разрабатываем мероприятия. Для коллег с бюджетной сферой я хотел бы акцентировать, так сказать, на относительно недорогих мероприятиях, которые можно было бы внедрить у себя в помещениях, пока еще не наступила зима, дабы не получилось, как в басне. Лето красное пропело, а оглянуться не успело, как наступила зима. Поэтому предлагаю обратить внимание на те вещи, которые доступны и которые основную роль играют в повышении микроклимата и достижении тех температурных показателей, которые установлены санитарными нормами. Несмотря на то, что теплоноситель, как нам уже говорят, должен быть снижен. Его температура входящая, дабы температура в помещениях допускалась на 2 градуса ниже, чем сейчас установлена. Комфортно, как вы знаете, признана температура в дневное время 20 градусов Цельсия. В ночное время, когда человек спит, комфортно ему может опускаться до 16 градусов. То есть комфортно 16 до 18 градусов. Итак, предлагаю пока лето, сейчас сделать промывку систем центрального отопления. То есть всей системы, которая есть в помещении, в здании. Кроме того, обратить внимание на приборы отопления. Потому что это те приборы, которые позволяют нагревать воздух в наших помещениях. На что обратить внимание при реконструкции системы отопления? Ну, прежде всего, чтобы у вас были диаметры не заужены, поставляющих трубопроводов. Потому что зачастую это мы замечаем, особенно в частном секторе, на квартирных жилых домах, там, где соседи сами делают на свой рост ремонты. И из-за мнимой экономии они у себя заужают диаметры против тех, которые были ранее установлены. Соответственно, у соседей, которые расположены ниже по стояку, если подача сверху, то получается, у них недогрев, недотоп. Потому что одним из параметров это есть давление, создаваемое, и, соответственно, циркуляция теплоносителя в системе. Хотел бы дальше обратить внимание, почему промывка необходимо сделать. Потому что зачастую у нас теплоноситель, не будем этого скрывать, грязный. И получается заиливание системы. Соответственно, потом кое-какие части, если вы иногда там щупали, то получается, одни значительно теплее, другие значительно холоднее. Далее, при установке прибора в отопление следует обратить внимание, чтобы угол, либо отопительный прибор был ровно установлен, либо угол наклона был в сторону, до 3 градусов, в сторону входа подачи теплоносителя. В ни в коем случае не в обратную сторону. Далее, следует обратить внимание, что отопительный прибор должен тоже быть расположен не вплотную к стене, а на каком-то расстоянии, максимум 2-3 сантиметра от стены. Далее, следует обратить ваше внимание, что рекомендуем установить за прибором отопления и между стеной, прямо на стену прикрепить, фольгоизованный утеплитель. С одной стороны, для того, чтобы отбивать одну из частей инфракрасного излучения, которое обеспечивается данным отопительным прибором. Ну и кроме того, уменьшить нагрев стены за батареей, так как, скажем, это вам никакой пользы не принесет. Кроме того, стоит обратить внимание, чтобы подоконник, потому что батарея ставится зачастую под окном, не сильно выступал, дабы была конвекция воздуха. Потому что наша основная цель – нагреть воздух. Далее, по поводу, если у кого-то есть финансовая возможность заменить батареи, хотел бы акцентировать ваше внимание на том, что зачастую в наших помещениях, в бюджетных учреждениях, думаю, в многоквартирных домах, в квартирах это реже уже встречается, установлены чугунные батареи, которые изначально рассчитаны на параметр подачи в них теплоносителя 90 градусов. То есть они были рассчитаны на паровое отопление. Соответственно, пока он отдаст тепло, его выход будет 70 градусов. При данном лабораторном, подчеркиваю, параметрах 90-70 градусов, данная батарея чугуна МС-140 содержит в себе порядка 4 литров теплоносителя, что очень много, поэтому требуется очень много подать теплоносителя. За счет этого хорошо то, что теплоноситель долго, они остывают батареи, но плохо то, что они и долго нагреваются. Так как теплоноситель является очень, вода, которая там находится, циркулирует, является, имеет, обладает очень большими показателями теплоемкости. То есть хорошо держит тепло. Но из-за того, что теплоноситель грязный, теплоноситель недогретый, соответственно, и слишком сильно снижается практически в три раза, если не выдержаны параметры, снижается теплоотдача данных батарей, секций. То есть, как я уже говорил, если подача 90-70, то будет теплоотдача порядка 160 ватт. Если 60 уже градусов, то мы получаем порядка 50-60 ватт с одного отопительной секции. Остальные приборы, которые зачастую встречаются в квартирах, из-за, опять же, если система не закрытая, то есть теплоноситель, который подается из котельни, попадает в батарею, то есть нет теплообменника в подвале. Как я уже говорил, очень он имеет определенные параметры. И, соответственно, остальные, которые имеют улучшенные характеристики, то есть меньше теплоносителя, порядка полулитра в одной секции, и более повышенную теплоотдачу, там уже порядка 180 ватт. Но из-за того, что, как я уже говорил, качество теплоносителя не совсем хорошее, поэтому они быстрее корродируют, то есть они быстро выходят из строя. Хотел бы обратить ваше внимание, если есть такая финансовая возможность, поменять отопительные приборы на биметаллические. Это уже алюминий со сталью, либо сталь и внутри медь, то есть которые имеют свои характеристики, более повышенную теплоотдачу. Соответственно, они имеют срок службы более длительный и содержат меньше теплоносителя, ну и, соответственно, у них уже порядка 200 ватт уже теплоотдача. При параметрах, как я уже говорил, теплоносителя 50-60, у них порядка 180 ватт. То есть, если вы видите, в три раза выше, чем в чугунных батареях. Поэтому, прежде всего, рекомендация поменять чугунные батареи. Кроме того, вторая рекомендация, если у вас уже есть чугунные батареи, снять краску, то есть их лучше цирнками и белилами покрывать, тогда будет более повышенная теплоотдача. Кроме того, не закрывать их никакими тяжелыми шторами, не закрывать их экранами впереди стоящими, так как, скажем, в противном случае мы получаем, в первую очередь, нагрев того пространства, которое находится за экраном, а потом, во вторую очередь, уже более охлажденный воздух возвращается сюда, в конвекцию, в помещение. Кроме того, хотел ваше обратить внимание о том, что наиболее быстро окупаемым является утепление труб системы отопления, которая проходит по зданию, то есть вы быстрее можете себе вернуть деньги, если сделаете данное мероприятие. Ну и дальше по ранжированию, конечно, из логики, если у вас есть прохудившиеся рамы, либо стекла где-то разбиты, то их стоит тоже заменить, потому что все эти мероприятия, которые я вам уже назвал, если вы сделаете, то весь трепоноситель уйдет на нагрев окружающего воздуха. Поэтому хотел бы еще раз призвать вас обратить внимание на данное постановление, продумать мероприятие, которое вы собираетесь сделать, или имейте возможность финансовую сделать в своих зданиях, на предприятиях, дабы снизить потребление природного газа, потому что, как я вам уже назвал, будут очень сильные санкции по перебору лимитов, которые будут доведены к городу Кривому Рогу с 1 августа этого года. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...